Добрый вечер на 12-м канале час новостей в студии Сергей Лесков в этом выпуске. Машины в капкане из-за дорожных работ омские автолюбители попали даже не в пробку, в настоящую западню. Проблемой меньше. После диалога с губернатором в Новомосковке сделают дороги. Сбил человека, но остался на свободе. В полиции объяснили, почему водителю, из-за которого погиб пешеход, не грозит уголовное дело. Статуэтки для физкультурников и спортсменов. В Омске чествуют лауреатов ежегодной премии «Доблесть». И пресс-конференция на колесах. Журналистов познакомили с программой предстоящего спортивного праздника в Велоомск. Центр города сегодня превратился в ловушку для автомобилистов. Из-за дорожных работ на Соборной затруднено движение на участке Маркса-Гагарина интернациональная «Красный путь». Впрочем, это было ожидаемо. А вот кольцевая пробка на Ленина-Спартаковской-Некрасово стала для водителей настоящим и очень неприятным сюрпризом. Из-за дорожных работ Любинский перекрыт. И, как пишут в интернете возмущенные очевидцы, автолюбители сворачивают на Партизанскую, отстояв пробки, доезжают до Спартаковской, где упираются в машину ГИБДД с включенным проблесковым маячком. И по улице Петра Некрасова возвращаются к исходной точке. Капкана можно было избежать, если бы подрядчик разместил указатели с напоминанием о том, что проезд со Спартаковской через Тарскую на Соборную площадь из-за ремонта невозможен. В мэрии прокомментировали ситуацию. Оказалось, что подрядчик поздно сообщил в городскую администрацию о перекрытии улицы. Власти не успели вовремя предупредить о мечей. Дорожная обстановка в городе будет сложной до конца дня. Мечам стоит заранее продумать объездные пути. Сегодня еще одна проблема решилась после обращения на прямую линию с главой региона. В эфире программы «Диалог с губернатором» прозвучало коллективное письмо жителей села Новомосковка Омского района. Здесь каждую весну и осень бездорожье, и проблема не решается уже не первый год. Сегодня за несколько часов работы грейдер разровнял двухкилометровую улицу. Впереди работы еще на четырех, которые изначально ремонтировать даже не собирались. Дмитрий Панков продолжит. 16 лет Александр Фесель живет в поселке Новомосковка Омского района. Каждую весну и осень улицу Мира размывает так, что невозможно ни пройти, ни проехать. Когда в грязи застряла очередная машина скорой помощи, терпение мужчины закончилось. Здесь собрались люди, написали коллективное письмо, которое я говорил, отвезли в богословку. Ну и решили, уже ждать нечего, разгадать с губернатором. Я считаю, что только к нему, потому что никак по-другому. Одни отписьки, за толку никакого. Коллективное письмо жителей Новомосковки прозвучало на 12-м канале во время программы «Диалог с губернатором». Получили ответ, что грейдирование будет сделано в ноябре 2015 года. До сих пор ничего не сделано. И самое вот, что возмущает, на телефонные звонки отвечают, когда надо, тогда и сделаем. И вешают трубку. Просьба помочь в решении вопроса конкретно. Я всегда говорил, если не можете, не обещайте, лучше не обещайте. Лучше скажите честно, что не смогли сделать, сделайте это на следующий год. Если я пообещал людям, не сделал, значит, в понедельник доложите мне результат, когда будет решен вопрос. Для решения вопроса понадобился всего лишь один грейдер. Машина сегодня выехала на проблемный участок дороги и за пять часов разровняла двухкилометровую улицу. Стоимость часа работы грейдера – 1700 рублей. За ровную улицу Мира, Новомосковки, местные власти заплатили 8,5 тысяч рублей. Благоустройство. Его нужно делать. Но делать нужно в таких объемах. Населенные пункты увеличиваются в два-три раза по площади и по количеству жителей. Поэтому поселение просто физически не успевает это все сразу сделать. Хорошо, когда везде асфальт. Прекрасно, когда везде свет горит. Но в данном случае не успевают все сделать. Бюджет не такой большой. Все накапливается, накапливается, а потом взрывается. И вот так вот экстренно приходится все делать. В Новомосковке грейдер пройдется еще по четырем улицам. Хотя жители об этом не просили, ситуация здесь такая же, как и на соседнем мире. В сумме ровным станут более 10 километров улиц. Дмитрий Панков, Денис Лопарев, 12 канал. В Омской области остаются потопленными 55 жилых домов, в которых проживают 172 человека. Таковы последние данные МЧС по повадковой обстановке в регионе. Затоплены также 610 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения населения находится 53 человека. Большая вода пока не ушла из семи районов. Наиболее сложная ситуация в Устишинском. Там подтоплено 377 приусадебных участков, 23 жилых дома, в которых проживают 74 человека. В пункт временного размещения эвакуированы 12 человек. Остальные от эвакуации отказались. Еще 9 детей-сирот сегодня отмечают новоселье. Все они получили ключи от квартир в новостройке на улице Чередовой. Жилье детям, оставшимся без попечения родителей, выделили в рамках соглашения между Омской областью и Министерством образования России. В нынешнем году на эти цели из федерального бюджета поступило 170 миллионов рублей. Еще 73 добавила региональная казна. 80 человек уже получили квартиры. Еще 138 обретут собственный дом в июне. Многие за время ожидания успели обзавестись семьями, поэтому жилье для них сегодня лучший подарок. Жили мы с братом, его наш женой и двое детей. То есть нас жило 7-8 человек, где-то 32 квадрата. Жили мы все там, дружно, конечно. Но сейчас мы рады, что у нас своя квартира. Очень рады, даже когда нас оповестили уже, мы были на даче, позвонили, мы там с дочей прыгали. Прям прыгали. И мы даже забыли, что садили. С детьми-сиротами заключаются так называемые договоры специализированного найма. В течение пяти лет действует гарантия застройщика, а самим собственникам помогают решать текущие коммунальные проблемы. Для этого даже была создана специальная диспетчерская служба. Сбил насмерть человека и остался без наказания. Уже полгода автолюбителю, наехавшему на пешехода, удается избежать ответственности. ДТП произошло в феврале на улице Донецкая. Водитель сбил мужчину, но даже после столкновения не остановился, а скрылся с места аварии. Случайно проезжавшие мимо люди стали свидетелями произошедшего. Они же бросились догонять виновника ДТП и утверждать, что тот был пьян. Впрочем, даже несмотря на это, максимум, что грозит владельцу иномарки, административное наказание. По автоэкспертизе установили, что у него было 40 км в час. То есть тормозного пути нет. Он тормозил моим мужем, получается, грубо говоря. А так как нет тормозного пути, вроде как нет методик, чтобы установить скорость. И здесь, получается, за правду берутся слова водителя. Я вот, если честно, не понимаю этого. Он был пьяный, он был вдрызг пьяный. К тому же, почему у него не взяли кровь? Может быть, он был не только пьяный, а что-то еще было в крови у него. То есть, если бы он был трезвый, вообще бы ничего этого не требовалось. Впрочем, у водителя версия произошедшего совсем иная. Он настаивает, что был совершенно трезвый, ехал не больше 40 км в час и погибшего сбил не на обочине, а прямо на середине проезжей части, заметив в последний момент. Общаться с нашей съемочной группой водителей на марке отказался. В региональной полиции нам сообщили, что пьяны были оба участника ДТП и пешеход и водитель. К тому же, на участке, где произошла авария, отсутствовало освещение. Также было проведено два автотехнических исследования, по результатам которых можно сделать следующие выводы. Во-первых, наезд имел место на проезжей части улицы Донецкая, а также, что в данных дорожных условиях водитель не имел технической возможности предоставить наезд на пешехода путем применения экстренного торможения. В настоящий момент проверка продолжается. Проводится медико-криминалистическое исследование. В Омской области усилят контроль за безопасностью детей. Такое поручение перед открытием загородных, оздоровительных и пришкольных лагерей профильным ведомством дал губернатор Виктор Назаров. В территории баз отдыха, лагерей, игровых и спортивных площадок еще раз осмотрят специалисты, чтобы избежать случаев травматизма. Также запланирован контрольный осмотр всех подходов и проездов к местам проведения мероприятий с участием детей. На усиленный режим работы переведены службы спасения на воде. Особый инструктаж в преддверии летней кампании прошли педагоги и медики, которые будут работать в лагерях. Виктор Назаров также обратил особое внимание, что без помощи родителей минимизировать детский травматизм не удастся. Дети не должны оставаться без надзора и быть предоставлены сами себе, отметил губернатор. Детские оздоровительные лагеря региона тем временем готовят к приезду детей в обязательном порядке. Территории должны быть обработаны от клещей. Проведены анализы проб воды. Всего в регионе этим летом отдохнут 76 тысяч ребят. На здоровительную кампанию 2016-го из регионального бюджета направят без малого 370 миллионов рублей. За счет областной казны здоровье поправят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, дети-ветеранов и участников боевых действий, участников областных профильных смен. В Омске назвали имена лауреатов ежегодной премии «Доблесть». 15 памятных статуэток Виктор Назаров вручил спортсменам с мировым именем, а также тем, кто принимает активное участие в пропаганде здорового образа жизни. Среди лауреатов ветераны спортивного движения, тренеры и учителя физкультуры. Для многих из них признание на региональном уровне стало еще и символом большой ответственности. Конечно, очень приятно, что люди доверяют тебе, верят в тебя. Всегда приятно получать какие-то награды, призы. Конечно, присутствует какой-то груз ответственности, что нужно выступать, нужно подтверждать все надежды. Премии отметили работу моего коллеги-спортивного корреспондента Артема Гаева. Доблесть Артему вручили за активное и интересное освещение спортивных мероприятий в регионе. О лауреатах в других номинациях, о том, как появилась спортивная премия «Доблесть», а также о том, кто из-за мячей имеет реальный шанс защищать честь нашей страны на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В интервью моей коллеги Юлии Кавышиной сегодня рассказал министр физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский. Смотрите программу «Тема дня» после итогового выпуска новостей. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру, смотрите в 20 часов. Живут как на вулкане. Жители первой в Омске пятиэтажке бьют тревогу и боятся повторения страшной трагедии, как та, что произошла в пермском клубе «Хромая лошадь». В доме вот уже полгода работает кафе «Оча», где подают блюда, приготовленные на открытом огне. Сильные запахи с кухней и круглосуточный гул мощной вентиляции – еще не самое страшное. Перекрытие здания, построенного 80 лет назад, деревянные. Жители уверены, в случае серьезного пожара попросту не успеют покинуть свои квартиры. Есть ли разрешение на организацию общепита в жилом доме и почему единственный запасной выход больше не работает, выясняла Мария Седнева. Фигурное вождение боевой машины, парашютная подготовка и рукопашный бой с несколькими противниками. Омские десантники готовятся к всероссийским соревнованиям среди элитных армейских подразделений. Какие задачи сегодня стоят перед крылатой пехотой и как попасть на службу в ВДВ. Владимир Мутовкин побывал на учебном полигоне, встретился с бойцами и понял, почему девиз воздушно-десантных войск «Никто, кроме нас». «Я не курю» акция с таким названием сегодня прошла в трех точках города. На площади у континента у штой поликлиники по улице Фугенфирова и на остановке Телегина волонтеры опрашивали мечей. Интересовались, насколько те зависимы от сигарет, рассказывали о вреде никотина, причем опасны не только обычные сигареты, но и электронные. Некоторые курильщики и сами подходили к активистам за брошюрами и сетовали. Желание отказаться от вредной привычки есть, а вот силы воли для его исполнения не хватает. Я считаю полезно, что меньше курильщики будут, может быть, задумываются об этом. Уже меньше курильщики становлюсь, потихонечку. Одна привычка заменяет, скажем так, другую привычку. И применение электронных сигарет еще, скажем так, прошло малое время, малое время их использования для того, чтобы сказать об их безвредности. Электронный кальян же приравняли к обычному кальяну, соответственно, и электронная сигарета тоже приравнивается к потреблению табака. Но не в плане законодательства, а в плане заботы о своем здоровье. Центробанк сегодня приступил к выпуску юбилейных монет с видами Омска. На монете номиналом 3 рубля изображены театр драмы и Успенский собор. Снизу надпись с датой основания города. Сделаны памятные денежные знаки с серебра 925-й пробы, тираж монеты 3000 штук. Впрочем, такими деньгами вряд ли дадут сдачу в магазинах. Они, как правило, оседают в частных коллекциях нумизматов. 2000 амичей выйдут на старт. Велоомск – это предварительные прогнозы организаторов. О программе главного городского велосипедного праздника сегодня рассказали журналистам. Пресс-конференция прошла на колесах. Акулы-пера проехали по участку велосипедной трассы, которую предстоит покорить спортсменам уже 4 июня. Регистрация на Велоомск откроется завтра. Впрочем, на старт смогут выйти и самые нерасторопные. О программе праздника призах и участниках, крутя педали, узнавал Георгий Шершнев. Погода, явно не располагающая к велосипедным прогулкам, не напугала омских журналистов. Представители СМИ вышли на набережную, чтобы покрутить педали. Впрочем, оседлать велосипеды им предложили неспроста. 4 июня стартует ставший традиционным праздник Велоомск-2016. И это уже 17-й по счету. Самое главное, что велодвижение в городе увеличивается. И все наши велосипедные праздники, которые мы называем Велоомск, ранее немножко мы модифицировали велолет. Все посвящено тому, чтобы люди, которые покупают велосипеды, использовали это средство как средство тренировки для здоровья, как средство семейного отдыха, туризма. Программа в этом году традиционная. Детский заезд на 100 метров для спортсменов на трехколесных велосипедах для профессионалов организуют дистанцию подлиннее. Впрочем, самый ожидаемый старт массовый. Велосипедисты проедут 10 километров и поборются за ценные призы. По итогам заезда проведут финальную лотерею. После финиша этого заезда у всех будут собраны, желающих, у всех участников будут собраны корешки от номеров. И эти корешки будут участвовать в лотереях. От розыгрыша главного приза автомобиля в этом году отказались. На двух прошлых праздниках победители просто не вышли за выигрышем. Впрочем, организаторы обещают, триумфаторы вело-лотереи расстроены подарком. Не будут. Как всегда, призы у нас замечательные. Я никогда не забуду, когда маленькая девочка выиграла огромный телевизор в 104 сантиметра. Диагональ принесла в дом, и родители даже не мечтали купить такой телевизор для семьи. Она оказалась счастливицей и выиграла его. Регистрация участников самого массового омского велозаезда начнется уже завтра, 1 июня. Все желающие смогут заявить об участии также и в день соревнований, за час до их начала. Известный актер Робин Уильямс говорил, я катаюсь на велосипеде, для меня это своеобразная передвижная медитация. Ожидается, что на 17-й Велоомск помедитировать на железном коне выйдет более 2000 мячей. Главный приз 100 тысяч рублей. Впрочем, организаторы говорят, важно то, что у мячей снова появилась возможность ощутить чувство велосипедного счастья. Георгий Шишнев, Александр Козлов, 12 канал. Дети сделали Омск ярче, взяли в руки кисти и раскрасили 4 городских троллейбуса во все цвета радуги. Такой подарок вместе с торговой маркой Лужайкина малыши приготовили городу ко Дню защиты детей и Всемирному дню молока. Оба праздника отмечают 1 июня. А творчество художников своими вопросами пыталась отвлечь Алена Гущина. Организаторы акции «Раскрасть троллейбус» были рады юным талантам любого возраста и роста. Главное – желание украсить город и любовь к молоку. Молоко любишь? Да. А с чем ты его пьешь? С печеньком. Полет фантазии безграничен. Когда все бабочки, цветы и стрекозы на бортах троллейбусов оказались раскрашены, дело дошло до признаний в любви, отпечатков ладоней и собственных автографов. За старания все участники получили полезные молочные подарки от Лужайкина. Это уже стала традицией ходить каждый год сюда и раскрашивать троллейбус. Потом это приятно смотреть, когда по городу едет троллейбус и видишь, что ты тоже здесь участвовал. Объединенный праздник детства и молока проходит в Омске уже в третий раз. Сами дети, собственно говоря, и сделали эту традицию уже регулярно. Я надеюсь, что она будет у нас как марафон, как день города проводиться каждый год. И надеюсь, что даже будет привлекать туристов из других регионов. Сейчас машины уже вышли на привычные маршруты. В таком виде они целый год будут курсировать по городу, поднимая настроение о мечам. И последнее теплых и даже по летнему жарких дней в уходящем месяце было больше обычного. Прогнозы синоптиков сбылись почти со стопроцентной точностью. Как и предполагали специалисты, в начале мая было холодно. В среднем температура воздуха опускалась ниже нормы на 2 градуса. А вот в третьей декаде в Омск пришло настоящее лето. Средняя температура оказалась выше обычной на 4-5 градусов. И в отдельные дни повышалась до плюс 30. Впрочем, первые летние дни теплом не порадуют. Наоборот, на улице будет даже холодно. С 1 по 3 июня в ночные часы ожидаются заморозки до минус 1. В связи с этим садоводам рекомендуют позаботиться о дачных растениях. Все наши новости на сайте в интернете 12 канал.ру. Впереди подробный прогноз погоды на завтра. Реклама будет короткой. Большой выбор по оптимальным ценам. Магнат. Мебель, которую очень хочется купить. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Что делает человека гражданином? Память, свобода, возможности без границ или духовное наследие? Участники национальной премии «Гражданская инициатива» знают точно. Расскажите о своей инициативе миллионы. Получите шанс стать лауреатом национальной премии и завоевать денежный приз. Подробности на сайте премия.ру и по телефону 28-60-08. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас тушка бройлера чемзинка 80 рублей за килограмм. Сайра 245 грамм 55 рублей. Квас «Русский дар» 1,5 литра 39 рублей. Тим Ривз! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 50 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Микрорайонный «Серебряный берег» и «Прибрежный». Лучшая цена. Выбор есть всегда – 790-200. Омск «Сайдинг Инвест». Новое производство. Бескаркасные ангары. Телефон 999-222. И о погоде завтра. 1 июня облачно. Дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 1-3. Днем 6-7 градусов. В Омске в ночные часы столбики термометров покажут 2,5. Тепло днем до плюс 12. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня подведем в 20 часов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.